Всем привет, дорогие друзья, с вами Грилл и Кирилл, и сегодня мы начинаем прохождение игры под названием «Палитра смерти». Жалко, конечно, что игра горизонтальная, мне придётся выкладывать его в каком-то вот в этом виде, извините за неудобство, но это самый лучший вариант. Приятного просмотра, а я начинаю. Эй, приятель, как у тебя дела? Нет идей касательно новой картины. Почему ты отгораживаешься от всего? Это лишь сделает хуже. Хотя, наверное, для тебя это работает хорошо. Есть одна картина, которую я хотел бы тебе показать. Аккуратно снимай брезент. И обращай внимание на свет и температуру. Она чувствительная, знаешь ли? Осторожно, осторожно. Что ты видишь на этой картине? Девушку с синим цветком в волосах, верно? Ну, на самом деле эта картина ещё не закончена. Возможно, художник умер. Ну, кто его знает. Она ждёт? Ждёт того, кто сможет её завершить. Но все, кто пытались, были уничтожены. Если хоть чуть-чуть разочаруешь её, то пиши пропало. С меня хватит. Я и понятия не имел, что рисование этого кота... У меня не было ни единого шанса. Ведь я обделён художественным чутьём. Ха-ха. Ладно, увидимся. Я буду молиться за твой успех. У меня по всему телу следы когтей. Только не говорите мне, что... Нет. Нужно позвать на помощь. Что? Экран сломан? А? Картина изменилась? Секунду назад она была лишь сгустком чёрной краски. Так, в общем, ребят, я тут с озвучкой уже минут сорок сижу. У меня ещё, оказывается, девушку надо зазвучивать. Я не представляю, как это сделать с моим голосом. Вот. Предлагаю сразу перейти к игре. Тут, в принципе, ничего интересного нет. Ну, вот, короче, поехали. Сколько ты ещё будешь спать? Грубо игнорировать девушку на картине. Алло, ты меня слушаешь? Я всё ещё сплю? Давай к делу. Поторопись. Пялиться на девушку вообще-то неприлично. Ты только посмотри, у тебя кисточка. Ха-ха, наконец-то мне попался настоящий художник. Ты пришёл, чтобы порисовать меня? Порисовать? Что? Так, посмотрим, мы уже начинаем игру. Надо телефон подобрать. Видимо, уронил. Бесполезно, он ничем не поможет. И батарея села. Стоп. Что? Что бы ты ни делал, не разочаруй её. Молюсь, что ты читаешь это до того, как начал предпринимать какие-либо действия. Если я провалюсь, то в следующем окажешься ты. Есть три вещи, которые ты должен помнить. Первое. Некрасию. Второе. Тебе нужно понять, чем он хочет, и нарисовать это. Третье. Ты можешь нарисовать только одну вещь в задний раз. Так что будь аккуратен с тем, в каком порядке ты рисуешь их. Я запишу мотивы, которые использовал в течение последних четырёх дней, чтобы ты мог к ним обратиться. На первый день я нарисовал яблоко. Но нельзя нарисовать просто яблоко. Оно должно быть очищено. Синий. Нарисую гнилое синее яблоко. Оно будет отравлено. Так что она заболеет, и ей придёт конец. Ха-ха-ха. Что за хуйня здесь происходит, блядь? Я хочу пёрнуть. О, яблоко. Заебись. А-а-а, что надо, блядь? А-а-а, блядь, убиваюцу. А-а-а. Наконец-то у нас начинается геймплей. Нам надо нарисовать яблоко. Ща мы его покрасим. Красота. А ты вообще не выёбывайся. Я художник, понимаешь? Я так вижу. Давай я тебе его в рот засуну, а ты как-нибудь там его скушаешь. Ой, блядь, ну сорян. Прости. Да за что? Ну, короче, сейчас сделаем нормально. Вот, всё нарисовал как надо. Ну, вообще-то это голден, но... Тебе по барабану главное, что оно жёлтое, да? Наконец-то закончился этот ад. У нас есть кибитка своя. Короче, чё я узнал? Если мы выполняем её поручение или там задание... Короче, мы её таким образом разукрашиваем. У неё брошь стала жёлтого цвета. И если мы её разукрасим, я так думаю, то пони будут срать радугой, а все остальные будут жить в мире. Ну, и ещё я не умру от бумаги. В общем, первый день подходит к концу. Нам остаётся сесть на кровать. У нас опять телефон. Я провалился, но я до тошно следовал заметкам. Значит ли это, что она не всегда хочет одного и того же? Ха-ха, тогда вы все обречены. Если бы только этот торговец картинами никогда не приносил бы мне эту ужасную вещь. Фух, эти заметки почти обманули меня. Она поняла, что я затеял. Как бы то ни было, я и представить себе не мог, что окажусь проклятым. Я ведь всего лишь хотел суббить быстрых денег на картине. Леди, дайте мне передохнуть. Я всего лишь торговец, ладно? Это от людей, которые тоже сдохли от бумаги. Чё так темно, а? Видимо, я уснул. Так это был не сон? Кстати, на улице уже солнышко, позитивчик. Ага, да, ммм. Меня выкинули, блядь. Кстати, картина изменилась. Блядь, похуй. Отверженная картиня свойственно забывает творцов. Ты ведь не хочешь, чтобы я тебя забыл? Я хочу, чтобы ты ушла нахуй из моей жизни, блядь. Пошла ты нафиг, я за тебя помер. О, все, день второй мы прошли, день первый. Короче, вот мы прошли. Всем приятного просмотра. Мы вот прошли.